Привет, мы продолжаем проходить Даймэр 1994. По сюжету у нас путь рейс на поверхность прерывается, когда она оказывается в ловушке в герметичной комнате, наполненной таинственным газом. Кто наблюдает за ней и говорит из-за стекла пункта управления, и почему он вынудил ее дышать этим газом? Ну, последствия произошедшего, несомненно, настигнут ее. Но пока ей нужно найти путь наружу и добраться до точки эвакуации, где ее ждет Волкин. Поехали. Продолжать. Свет. Свет давай включим. Или он горит уже? Вот. Включил. Нам нужно добраться наверх, скорее всего, по этому лифту. Давай. карточка. Вот эта подойдет. Использовать. Похоже, Радек, я оказалась вполне подготовленной. Подготовленной к чему, интересно? Радек, держись. Все почти закончилось. А че, типа намекает, что конец уже рядок? Рейс, наконец, удается выбраться наружу, но ситуация остается опасной. Форс, постер так и не объявился, а остался в глубинах базы и ждет спасения. Что еще хуже, Рейс сильно потрясена встречей с таинственным незнакомцем. То, что она увидела и те существа, с которыми она сражалась, заставляет ее понять, что сейчас важнее всего достать чемоданчик. Возвращение обратно, чтобы спасти своих товарищей, придется отложить. Агент Рейс, должна немедленно передать чемоданчик Волкину. Пойдем, передадим. А вот и патроны. Тоже берем. Сколько у меня патронов? 16 всего. Не густо. Волкин, я выбралась, но не понимаю, где нахожусь. В этой буре нулевая видимость. Да, я в курсе, и она усиливается. Вот, жеврец, вижу несколько столбов. Если дашь мне пару минут, я попробую установить местоположение. Ладно, поторопись, я не смогу долго удержать это чудовище в воздухе. Есть новости от Фостера? Нет, мне нужно найти его. Я знаю, но сначала давай разберемся с чемоданчиком. Затем позаботимся о Фостере. Ладно, постараюсь выяснить, где я нахожусь. Постоянно у меня фонарик выключается. Постоянно. Ладно, вперед. Загружает пока что патронами прям на автомат. Это хорошо. Черт, настоящий ад. Надеюсь, Волкин сможет сесть. Ну да, если, конечно, нас душить не начнут. А, это кусок контейнера отрезанный. Я думал, какое-то окно в преисподнюю. Если мы туда пройдем. Ну, тут закрыто. Классика, что нужно? Это электричество. Ну, какой-то генератор надо запутить. А дверь? Тоже нет. Что-то тут как-то подозрительно темно. Волкин, я вижу огни вертолетной площадки. Поздравляю, я отсюда ни хрена не вижу. Ладно, есть идея. Я доберусь до площадки. И пытаюсь посадить, подать тебе сигнал для посадки. Сигнал можно подать с той башни, по крайней мере, я надеюсь. Понял, действуй. Конец связи. Ну, я так понял, нам нужно наверх куда-то подниматься, вот туда. Хотя... Подожди, вот этот генератор мы можем запустить? Нет. Он прям покрашен очень плохо. Скорее всего, это не является объектом. Кровище-то. Ну, по факту мне, скорее всего, на этот лифт нужно. Так, давай, записка. Ну, это было ожидаемо. Когда-то эта база была гордостью ВВС США. А теперь, стоя очкариков, в рубашках с короткими рукавами, стучи здесь по своим чертовым электронно-учислительным устройствам. Тут почти не осталось таких работяг, как мы. Людей, которые знают, как починить шаттл изолентой. Вот тебе совет от опытного старика. Если чертов двигатель внутреннего сгорания заглохнет, долей дизеля и хорошенько его пни. Если закоротит электрику, поднимись в пункт управления, сдуй пыль с панели и перезапусти систему. А потом и ей. Отвесь пинка на всякий случай. Помни, нет такой проблемы, которую бы не смог решить хороший американский ботинок. Не веришь? Спроси мою благоверную, которая надирает мне за сад со дня нашей свадьбы. Его жена бьет. Твой позор. Ну, еще что-то лежит. Похоже, топливо закончилось. Окей. Так, мне нужно топливо найти или под зад какую-то технику пинать? Ну-ка. Похоже, топливо закончилось. Ладно, ищем просто канистру. Канистру чего-то. Бензина, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй. Как тебе такое? Ну давай. Не, оно сейчас встанет. А теперь точно нет. Игровой процесс. Что там? Перезарядить. Ледяное добивание. Хорошо. Подожди. Я думал, инопланетянин где-то скрипнул. Ну, нет, так и нет. Патроны. Сколько у меня их уже? 18. Что-то их подбирал, подбирал. А их что-то как-то количество не растет особо. По 4 штуки дают всего. Поэтому, наверное, сейчас буду пол игры копить. Ну, оставшуюся часть. Копить эти патроны. Что потом их за 2 минуты потратить. А мы тут еще имеем. Ну, аптечка, это хорошо. Давай мы сейчас сначала вот эту панель дернем. Посмотрим, что это такое. Кошмар какой. Что это центральный компьютер электросисти. Восстановите связь между узлами. Как это делается? Ёма. Жесть. Ничего. Как это работает вообще? И все, и она дальше не идет. Да. То есть, если ты один раз нажал на вот этот кружок, то все. Допустим. Бред какой, а? Так. Мне нужно вот это соединить с дискетой. Правильно? Как мы-то сможем сделать? Ладно. Давай вот таким путем пойдем. Дискету. Ни с чем не соединяем. Мы вот эту соединяем. со стеренкой. А дальше. Вот это. Соединяем. Вот с этим, да? Подожди, а глаз тогда зачем? Просто так? Отвлекающий маневр. Вот. Сейчас момент надо было просто повнимательнее чуть-чуть. Давай здесь сохранимся. Ну и все, по идее, я должен просто вернуться назад. По-моему, все, кто мог, тут уже встал. Ну и сразу лег, естественно. Где-то проход. А, дальше. Значит, в соседнем помещении мы должны найти где-то бензин. Ну или дизельное топливо. Не важно. О! Там где-то война прям идет. Дело плохо. Ну, согласен. Не фонтан дело. Ой, сзади кто-то бежит. У него челюсть, как у второго войны. Сайлент хилл. Я, наверное, не дотягиваюсь, да, не за него. Ну да, они бы еще не телепортировались. Я бы был так счастлив. Нет. Пусть он меня догрызет. Я бы потратил слишком много ресурсов не туда. Пусть он меня. Пусть он меня. это все наконец здравствуйте как там набег то переключалось ладно я думаю что тут еще может быть что-то полезное но видимо нет не про это слушай да это гараж это скорее всего есть какое-то топливо подожди это с собой ёма подожди тут нету ничего вот это берем записка где это записка вот записка джаспер ну пацан все становится предельно ясно эта страна буквально в смысле разваливается на части я работаю здесь 50-х годов когда над невадой каждый день поднимались грибовидные облака и все знали что наш враг сраные коммуняки а наши президенты были ястребами патриотами которые не целовали жопы иностранным правительством но в течение этих 30 долгих лет я всегда следил что вы здесь на райском ранчо все работало как часы с тех пор как все работы перенесли на подземные уровни все стало наплевать на эти старые заброшенные здания на поверхности и всем наплевать на нас им потребовалось всего лишь несколько лет чтобы прорыть достаточно туннель чтобы уместить там целую цивилизацию этих кротов включая склады насосную станцию систему вентиляции а все остальное гниет на поверхности привлекая только тупых любителей теорий загров заговоров и нло постоянно палящихся нам пялищихся пялищихся на нас свои телескопы и бинокли ну одно точно пацан может можешь быть уверен что все что осталось от этого богом забытого места будет исправно работать пока мои яйца еще болтаются у меня между ног правда я не знаю как долго еще это будет учитывая сколько радиации от ядерных испытаний я впитал за эти все годы понял принял вот и топлива топливный бак но это скорее канистра не топливный бак ну все мне обратно к лифту там где этот генератор вроде да что за эй ты стой я так что-то не рассмотрел там кто-то в противогазе по моему был а как он так быстро убежал так вот эта штука опасно я правда не знаю где она теперь и давай он ну давай да где рука не срабатывает ну где рука твоя обхана я же проверял почему рука не работает заряда вроде хватает я вижу что я умер что-то странное творится так это у нас прицел выстрел хорошо я может управление просто забыл так ладно давай еще раз скорее всего мой косяк дело в управлении ну заодно мужика этого рассмотрим кто такой кто-то да кто-то противогазе но взял перепортировался серьезно так окей ай-яй-яй-яй-яй это попадос мне нужна аптечка определенно может пробежим просто нет это наверное вряд ли получится заморозим быстрее только он телепортировался или умер я не понял мне вроде все с горем пополам я вас забил просто а куда здесь топливо заливается алё где горловина вот сюда точно ну давай оп генератор сам по себе запустился его не надо там включать раскачивать ничего и так сойдет то есть жуть какая но он может встать в любой момент еще за ним два как минимум забочка думаю в шахту какую то спустились пишет и много шарик не вылезет хорошо какую сторону идти ясно тогда туда но оставай а он еще и красный когда морозим морозим шарики шариков отлично так это просто алан надо такая я понял нам не сюда обратно в какое-то помещение заходим это из шахты помещение опять коридоры прокачка это хорошечно качать апгрейдов тут немного он добавили по моему да это такое улучшенный материал делает корпус легче и прочнее корпус чего новая технология позволяющая мгновенно создавать вокруг владельца ледяной барьер который способен выдержать удары высокоскоростных снарядов и то и другое хорошо но давай корпус я бы еще дальнобойность конечно прокачал окно она у нас хотя бы количество абридов увеличивается тоже тоже неплохо ну тогда вот сюда сначала давай зайдем может синий подозрительный ну-ка на мушечку его на нет милый тупичок а что у него такое вот патроны ах ты падла орёт еще на меня но разработчики прямо знали то что я решу туда зайти а и все да тупик зачем эти тупики делаются если просто там даже ничего нет сзади и не попал я не попал там еще кажется сзади кто-то плохо и я еле успел все не шариков ничего не да вы уверены это один ладно глядишь может поживем чуть-чуть а ну и все я в этом на коридоре уже тут даже коридоры принципе почти одинаковые я уже такое место встречал рейс черт где-то буря усиливается делаю все что могу но к этой долбанной площадке не подобраться тебе придется постараться получше эта птичка больше не может оставаться в воздухе черт ну я тороплюсь как бы но что делать если мне мешает пройти птички там бури сохранение ну ветер забывает значит мы где-то рядом уже да беги ты взяли выход мне перекрыли и рак вот тут у нас весь отряд я не успел ну ладно где где эта большая штука до свидания добрям быстрее так главное на того не наткнуться он убивает с одного удара сзади ну куда ж ты прям под него залезла но были были конечно тут у меня неточности в прохождении во-первых ломанулся обратно на выход который забыл заблокирован во вторых начал суетиться палить во все стороны надо более четко это все делать заморозь ты его вот падла готов да как я не успеваю беги 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 все почему у меня только что азот-то закончился у меня кто-то долбанул так что у меня прекратилось это какого ну количество уменьшилось надо раньше замораживать пока она свою эту штуку достанет пока на целится беги 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 да беги ты она идет просто и все беги 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 бег так ладно набеги ты что мешает бежать этой падали вот что просто по коридорам она нормально бегает не надо мне тут песен беги вот наконец-то 60-го раза наверно ахерос я не дотянусь для нее верли наконец на ситуация потрепали меня знатно конечно я не знаю почему иногда она просто перестает вот так вот просто брать и бежать она начинает идти они телепортируются конечный фонарик регулярно отключается это так бесит она они начинают телепортироваться к тебе и все остальное если бы тетка была бы чуть чуть побыстрее ну типа как человек паук я не знаю было бы гораздо проще в эту игру играть уху поста рейс ты жива командир Вы в порядке? Ситуация паршивая Я думал меня ничем не удивить, но им это удалось По-моему, он сейчас удивляет меня прической своей Это еще что за хреновина? Это? Долгая история Волкен летит за нами Я нашла это Тебе удалось заберечь его? Вы так удивлены? Совсем нет Для этого ты здесь Я знал, что ты меня не подведешь Молодец Буря усиливается Вы можете идти? Сэр Ты была в Ираке, верно, Раис? Да, сэр Ты знаешь, что иногда Нужно сжечь нефтяную вышку Чтобы она не попала в руки врага Я знаю Гора с 1983 года Он был импульсивным Он уже прославился Своей самоотдачей, своей инициативой Но такие как мы, Раис Мы понимаем, что тех, кто считает войну решением Она поглощает Это он вас ранил? Ага Я пытался остановить его, но парнишка хорош Всегда был Слушай, Гор не желает подчиняться президенту Теперь он верит только себе Если он получит результаты исследования Бог знает, кому они попадут Со всем уважением Черт с ним с Гором Давай поскорее вынесем его отсюда Мы еще не закончили У меня есть свои приказы Знаешь, откуда он? Здесь внизу Один из самых продвинутых Исследовательских центров на планете Он называется Замок Он тянется под землей на много миль Операция Песочный замок Должна была помешать секции 8 найти его Но не вышло Почему вы ничего нам не сказали? Ты хоть понимаешь, насколько это важно? Мы говорим О самой опасной технологии на Земле Я подозревала Рейс, думай Посмотри вокруг Данные не должны покинуть комплекс Нам нужно опередить гору Попасть в глубины лаборатории И уничтожить ее навсегда Таковы мои приказы Но, может, мы Рейс, север Надо уничтожить Сервер? Иначе весь мир погибнет Значит, сервер надо сначала, да? Пойми Министерство обороны не может никому доверить эти данные Даже Аиду До этого Я нашла мертвого агента Аида У него было это Тогда ты понимаешь Наверняка я командую не всеми агентами Аида Я никогда раньше его не видела Наверное, диверсант Не знаю, кто у него командир Где Радек? Там, где вы его оставили Он ранен Он не мог идти Где я его оставил? Это он меня бросил Что? Прямо во время боя с секцией 8 Похоже, Радека тоже можно купить Херня Я знаю, Радека Он не мог нас предать Так куда он делся? В этом твоя слабость, Рейс Думаешь, что умнее остальных? Я заперла его на складе И недавно проверяла его местоположение Отлично Но сомневаюсь, что он еще там Придется остерегаться еще и его Теперь мы остались вдвоем У нас мало времени Тебе придется выполнить задание вместо меня Добраться до подземного комплекса Можно через вентиляционную шахту Я прослежу, чтобы чемоданчик выбрался целым А затем мы вернемся за Радеком Майор должен объясниться Тот ученый Он говорил об экспериментах по переносу материи То есть о телепорте Вам об этом известно? Что это за существа? Это лишь верхушка айсберга Внизу ждет еще больше тайн И они должны остаться там Командир, хватит юлить Я готова сделать все, что нужно Но я должна знать, что меня ждет Слушай Я всего не знаю Эта технология появилась Ох Нет Вот это поворот Неожиданно Дали бы хоть договорить ему Радек Не может быть Но его по голову бил Гадалки не ходи Дойдем Волкин, ответь Рейс Майтое, где ты была? Я все еще держусь, бог знает как Нет времени Я не могу садиться к таких условиях Волкин, выслушай меня Постер, он мертв Что? Чего ты несешь? Что случилось? Его застралили прямо на моих глазах Не может быть Кто это сделал? Я не знаю Волкин все куда хуже Чем мы могли предположить Постер отдал мне последний приказ Мне нужно спуститься Не могу сесть Повторяю, не могу сесть Я попробую найти И все Мне конец Так, а что его? Вертолет упал И все И разбился Что ли? Я видел, что там вот Где-то что-то горит И можно поднять Но сначала Давай мы Вот здесь Все осмотрим Потому что На некоторых ящиках Может Вот еще полезное Лежать Вообще по факту Мне вот туда Наверное Либо на лестнице Давай сначала Здесь Повнимательней Так, у нас где-то тут Пришелец скрипит еще Вот он Вот он маленький Говнячок Патроны для дробовика Заканчиваются И это напрягает Так, здесь Здесь у нас Все Ничего полезного Дальше мы Ну вот это Давай подберем Впрочем Ингалятор Еще один А, вот выход Где? А лестница Тогда зачем? Или я оттуда пришел? Еще не понимаю Подожди Ну она скорее всего Идет за тем мужиком Который выстрелял Ну ладно Здесь я могу спуститься Не-не-не-не-не Подожди Я передумал Все Назад никак Надо было туда сходить Черт, ну ладно Я без чего-то остался Никогда не знаешь Какой путь тебя по сюжету поведет Ну я скорее всего остался Без какой-нибудь пачки патронов Постер мертв Но перед гибелью Командир раскрыл тайну Потрясшую рейс До глубины души Здесь В глубинах базы В сотнях метрах Над поверхностью пустыни Расположен Самый Высокотехнологичный Секретный Исследовательско-экспериментальный Комплекс В стране Под названием Замок Постер рассказал ей Что спасение чемоданчика Было лишь вторичной целью Настоящей задачей операции Песочный замок Было Не дать секции 8 Добраться до замка И Добыть информацию Касающуюся Самого Революционного И прорывного Открытия в истории Командир Поставил под сомнение То Кому верны товарищи Рейс По Аиду Включая самого Радека Теперь Рейс Не знает Кому может доверять Ей известно лишь то Что она не может Позволить гору И секции 8 Наложить свои лапы На данные Исследования Эти существа Должны быть Похоронены По От толщи песка Ну Хорошо Похороним Как-нибудь Закопаем Наверное Дайте лопату Побольше Наверное И вот И все Больше Больше Пост Ну и конечно Здесь не пройти Ничего нельзя Сделать просто Как будто Они издеваются Ой Согласен Ой Согласен Ну и согласен Надо Лифт этот Позвать Как-то Здесь Меня не заставят Перепрыгивать Через эти Вентиляторы Пик 15 секунд В распоряжении Мне по лестнице Надо за 10 секунд Спуститься Ну да А Все Я понял Главное На крышку На эту Успеть Ничего то Что там Вентиляторы Крутятся Я их Вообще Не вижу Дай-ка угадаю Мне сейчас Опять дадут Время Только еще Меньше Подожди Я сначала Хочу Все Смотреть Каждый Ящичек Потому что Я и так Уже Чуть Пропустил Так ладно Там ничего Нету Просто Бежим Жмакаем На кнопку И обратно На лестнице Меня вот Напрягают Вентиляторы Которые Крутятся И ты их Не видишь Они потому Что у тебя За спиной 20 секунд 10 9 8 7 5 Ну давай 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 Все Уродил Спел Еще Мне На ее Спину Смотреть Мне А Ну все 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 Понятно Только Давай Сначала Мы Вот Здесь Соберем Опять Мне Дадут На время Добраться До Лестницы Здесь У нас Патроны Сколько У меня Их 90 Сейчас Дробовик Закончится Будем Их Использовать Что делать Так А у нас Тут Сломано И че И че И че Куда Угу Я должен Упасть Вон там Со сломанной Лестницы А дальше Не знаю Надо Сразу План Продумать Че Она Не падает Нет Такого У нее Че Хотим То От Меня Здесь Закрыто Это Факт Как Попасть На Сломанную Лестницу Вон там Наверное Где У нас Что-то Такое Как Пожар Какой-то Горит Может быть Попробовать Там Заморозить Правда Что Что Мне Это Даст Что Произошло А И Она Сейчас Разморозится И Закроется Обратно Ну давай Еще туда Шмальнем Разок Лишним Не будет Тут Уже Много Времени Дает Самое Наверное Короткое Количество Ну Маленькое Количество Времени Давалось На Первый Вентилятор А тут Вот Ничего Все Успеваешь Как бы Вообще Не Напрягаясь Что Происходит Ну Опять Эти Уроды Телепортируются В разные Стороны Съели Кого-то А Это Это Ему В голову Выстрелили Он Для Сюда Летел Кажется Это Кровь Я Ради Тебя Что Ты Такое А у Кого Она Спрашивала Что Это Такое У Трупа Может Сложность Перевода Здесь Какой-то Код Был Во-первых Вот А Бездна Написан И рука Симпатично Почему У меня Постоянно Выключается Свет Серьезно Надоело Каждые Пять минут Его Включать Вот И так Освещение Это Не Ахти В Игре Вроде Яркость Почти На Максимум Кто Тут Ходит Подозрительная Гробовая Тишина Эта Лампочка Щелкает Сейчас Драка Будет Там уже Комната Большая Я путаю Кнопки Да Куда Там Следующий Этот У нас Красный Его Замораживаем Нет Не до конца Заморозил Я его Все Дай-ка Угадай Фонарь У меня Выключил А нет Вообще Толк От этого Фонаря Практически Нет Настройки Ну да У меня Яркость На максимум Была Вот Толк Максимальная Яркость Я свет Выключаю И просто Темень Вообще Странное Понятие Вот Это Передача У Разработчиков Это Удручает Ох Сколько Народа Если Чего Поднимется Три Штучки Фига Не даем Вставать А этот Замерзший Или нет На всякий Их Трое Но По Назально Могло Быть Шесть Потому Что Потому Что Есть Там Что То Есть Что Подобрать Инопланетянин Где-то Скрипит Вообще Не знаю Зачем Я их Собираю По Большому Счету Я Попасту Трачу Патроны Но Они Если Закончится Пойдем В рукопашную Вот И все Заморозил Подошел Ударил Что Эй Остановись Не может Не может быть Это похоже на Нет Невозможно Похоже на Что На что Или на кого Это похоже Он ушел Туда Тогда Давай В противоположную Сторон Осмотрим Только Быстро Харчевня Тут Есть Что То Такое Что Можно Так Вот Станер Похоже Это место Годами Было Заброшено Ну Было И Было За Стенкой Ах Ты Падла Ну Тож Так Делает Обычно Всю Игру Мы Если Что-то Сканировали Никто Не Нападал Вообще Никто И Даже В Комнате Где Сохранение Никогда Не Было Угрозы О Ну, ладно, 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 ладно. Ладно, он, в общем, говорит о том. Ну, давай я зачитаю, так уж и быть. Откуда взялись эти твари? У них есть руки, ноги, даже некоторые подобие лиц, но это точно не люди. Мы пожинаем то, что посеяли. Мы обрекли насмерть тех, кто работал в подземных лабораториях, заблокировав все выходы. И вот их узородованные трупы вернулись из мира мертвых, чтобы отомстить. Но меня им не утащить. У меня осталась последняя пуля, она навсегда освободит меня от этого кошмара. Ну, взял, дядька, да выпилился, подумаешь, никто не запрещает. Пойдем за тем мужиком, который в противогазе ходит. Подожди, тут точно ничего нет? У дырочки, нет? Ну, как хотите. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на такой скрип противный я думал это инопланетянин лампочка у меня по здоровью 38 а я бегаю о господи вонь как сортире не успел и этого не успел ну-ка двоих мы можем заморозить вот так и комплексно не получится успел верху а не нам просто пузатый это беременный инопланетянин где-то тут вот он там что-то варится в этом чане походу это жирно не не-не-не-не-не а этого морозим а этого морозим все я шарик убил так главное контролировать количество патронов на дробовик это последний ощущение как будто с этого чана сейчас выскочит ну или так это красный на не вижу он красный или синий ладно давай на всякий случай это был синий не знаю давай сюда пройдем прокачка а как раз у меня аптечки закончились вот у нас код я кричит а какой апгрейд то делаем дальнобойность до этого нет это нужнее пока что это сложно три попытки 45 секунд ну давай а чё-то новенькое как-то работает потом наверх а еще раз попробую если нет то нет тройка нет все идите в жопу противогаз защищает от загрязняющих веществ в воздухе ядовитых газов последние страницы забрызганы кровью мы уже три недели пытаемся устранить утечку газа на нижних уровнях но проще найти иголку в стоге сена чем пробоина в этих джунглях из труб и воздуховодов чтобы работать там без риска для жизни приходится надевать противогаз который еще сильнее снижает видимость и замедляет прогресс моей команды к счастью проведенный анализ подтвердил что газ очень ядовит но не огни или взрывоопасен это немного облегчает нам задачу по поиску и устранению утечки но я не могу не задумываться о состоянии бедняк которые оказались там заперты мне вниз надо спускаться оттуда я пришел полезли что делать противогаз вообще штука хорошая почему у нее сразу ее не было у нее есть рука которая замораживает пришельцев но нет противогаза элементарно они вроде на дело пошли здрасте стоит этот выхухоль нет быть не может куда кто спас следуй за мной сам за собой следуй кто что ты черт возьми ты задаешь неправильные вопросы ну да тень нашего вайдевые в повелителя аида стремительно падает на это место настало время аиду сделать выбор мне надоело это слушать что за игру ты ведешь в этом проклятом сумасшедшем доме бред собачий что ты со мной сделал в этой комнате отвечай или или что забываешь я только что тебя спас сейчас неподходящее время для объяснений а теперь следы за мной ты поймешь когда будешь готова давай здесь даже есть транспортная система какое огромное место эй ты Эптом можешь называть меня Эптом какого черта тогда скажи куда мы идем Эптом нетерпение мешает тебе под конец этого знаменательного дня ты скажешь мне спасибо готовься да конечно хватит скажи где мы дома ты меня задолбал своим бредом хай нас два с тобой я туда пойду что тебе от меня нужно ты знаешь Радека ты слушаешь до сих пор не понимаешь больше не шагу думала я не узнаю ты не достойна нести ее как и все мы взялся сломал отдыхать почему он сразу меня в том коридорчике не избил вновь раздается зловещий потусторонний звук распространяясь по всей базе загадочный мужчина представившийся как Эптом который только что спас ее бьет женщину в приступе ярости он хватает наполненный кровью пузырек и швыряет его в пол Рейс уже видела этот странный эффект но то же самое произошло с ученым из ОКЗ похоже некоторые люди подвержены припадкам жестокости под действием этого звука исходят с ума в считанные секунды а так его это дело только взбесило какой-то звук где я черт Делайла Делайла это еще кто ты чьих будешь не узнаешь меня это я нет ты не настоящая мы здесь взгляни на меня ты ненавидишь меня прекрати не трогай меня прямо как в детстве так похоже на тебя ты закрываешься и не дашь достучаться до тебя но я всегда была рядом как и сейчас это неправда ты бросила меня я не хотела все говорили что ты мертва я искала тебя и нашла я ждала тебя Рейс не зови меня так стой не подходи я думаю это какие-то галлюцинации или из-за газа или из-за звука должно быть ты достаточно важда раз он тебя привел сюда и не убил дверь открыта уходи когда будешь готова 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 к чему изучите область оружие оставили это хорошо странно он должен доверять тебе может может его спустила твоя форма он нашел новую подружку тихо обычно аиду тут не рады но Аптом всегда вручал нас так что ради него мы сделаем исключение ты тоже можешь оказаться полезной да иди ты оставь меня в покое следи за языком мы все видим и слышим мы так долго были здесь заперты ты наша гостья следовало бы себя вести поскромнее ей стоит уйти да а ты хочешь уйти нет доктор тогда помолчи кто это вообще сестра какая-то ее что ли какая-то баба нарисовалась ничего вообще в какой-то тюрьме тюрьма под землей это странно плохо видно где я был дыхание так тут фишка то что газ какой-то или звук все так я думаю что дело в звуке и камеры за мной подсматривают я прям слышу как они да 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 вон за мной следят и и и ты сюда смотри вот и ты слишком медленная для одной из этих тварей нет не надо тихо я разговариваю кто ты черт возьми я врач врач точнее исследователь а ты здесь новенькая как себя чувствуешь я знаешь мне плевать меня волнует только одно как отсюда выбраться мы застряли в этой комнате ты поможешь нам дорогая с чего бы с того что иначе ты тоже сгниешь здесь мы полностью управляем комплексом из этой комнаты я могу выпустить тебя если захочу но меня надо убедить ладно скажем я тебе верю что тебе от меня нужно у меня для тебя новости у нас кончается воздух нужно перезапустить систему вентиляции пока мы все не отправились в мир иной мы пытаемся пытались молиться но без толку вот так полностью управляем душа как бы то ни было услуга за услугу тебе нужно попасть в аппаратную мы пытались сами но никто не вернулся и у нас закончились добровольцы ну не волнуйся я проведу тебя но других вариантов у меня нет оказалось проще чем я думала знакомые мне агенты аида были менее сговорчивы точно в порядке тебе нужна моя помощь или нет так главный вход в зону технообслуживания заблокирован там ты войти не сможешь иди в камеру в блоке b и попадешь на нижние уровни там ты найдешь другой вход а затем сможешь передопустить вентиляционную систему ты не поверишь тут тоже не пройти так ну ладно давай вот в эту дверь зайдем да мне сюда а почему оттуда никто из агентов не возвращался он наверное кто-то злой сидит фонарик конечно отлично мне сюда через кухню это же кухня такая на кухне часто есть предметы полезные но это не про эту кухню давненько кстати на меня никто не нападал еще ладно тут пусто поненемся да вот здесь мы будем на этом заканчивать вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем удачи и пока 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 не